Есть практики, когда человек, например, работает со своим страхом, когда ему нужно пройти проблему страхов, то практик такой идет в какое-нибудь неблагоприятное место, где там живут самые лучшие духи, садится и занимается там практикой. Один рассказывал, не так давно, как говорится, было, про своего отца, он говорит, что отец пришел, сел, начал делать медитацию определенную, и из леса вышел волк, подошел и начал есть ему лицо, но он все равно продолжал делать практику, несмотря на то, что волк ел ему лицо. Когда он практику закончил, никакого волка не было и ничего с его лицом не было. Когда вы делаете практику, вы находитесь в специфической энергии. Все, что с вами происходит, это и есть работа над собой. И поэтому, если вы решили, я сел и час я посижу, даже если вам будет казаться, что дом горит, нужно куда-то срочно бежать, лучше досидеть, поверьте, тогда будет все хорошо. Если вы встанете, реально будет гореть дом, и реально волк будет там есть ваше лицо. Ну, с волком просто очень жесткий пример, там практик высокого уровня, он знал, что так и должно быть, но он все равно ощущал, он все равно чувствовал дыхание сначала этого волка, он чувствовал эту боль, когда он начал в него откусывать куски. То есть, он это все чувствовал, но в этом и было, то есть, ему нужно было довольно много отработать. И поэтому он смог это перетерпеть, и когда практика закончилась, оказалось, что это те же игры ума. То есть, ничего особого не происходит во время медитации? Ну, значит, энергия находится на хорошем уровне, на высоком, и человеку легко делается. Это тоже хорошо, потому что так он может продвинуться, значит, ему можно просто сделать подольше, и свой уровень повысить. Это тоже хорошо. Почему нет?